Сегодня у меня необычные задания и вопрос для всех телезрителей, рубрика «Верю-не верю». Друзья, верите ли вы, что Анна Малахова сможет набрать более 5 баллов? Максимальное количество баллов – 10 в рубрике, которая сегодня будет проходить. У меня будет 5 вопросов. Итак, Анне нужно будет отвечать достаточно быстро. Важно, за смешной ответ я буду давать 1 балл, за правильный – 2 балла. Аня, ты готова? То есть я должна быть больше умной, чем смешной. Здесь уж как получится. Ну давай попробуем, хорошо. Итак, у тебя буквально 5 секунд на ответ. Если он интересен, то можешь развернуто отвечать. Отличной чертой российского скафандра является то, что… То, что он скрывает недостатки макияжа. Ну что ж, за этот ответ я даю 0 баллов. Тебе было не смешно даже? Я даже не улыбнулся, признаюсь честно. Но ты молодец. Отличительной чертой российского скафандра является то, что его можно надеть самостоятельно, в отличие от зарубежных моделей. Итак, вопрос номер 2. Крупные дыры в швейцарском сыре возникают благодаря… Скоплению воздуха в циркуляторе. В циркуляторе? Ну я не знаю, как там сыр у них бродит. Так, ну давай чуть-чуть конкретизируем. Все-таки в циркуляторе или просто благодаря скоплению воздуха? Благодаря скоплению воздуха. Здесь сложно с тобой не согласиться. Я тебе даю 1 балл. Так. Потому что это не совсем верно. Ага. Дело в том, что крупные дыры образуются благодаря сенной пыли. Чем чище молоко, тем меньше дыры. Что, то есть сенная пыль? Да, сенная пыль. Но стоит добавить, что все-таки воздух образуется благодаря газовыделениям бактерий. Поэтому дыры становятся крупнее, поэтому ты частично права. То есть бактерии те самые выделяют газ? Итак, первый балл уже заработан. Yes. Итак, вопрос третий. По статистике мужчина в три раза больше шансов имеет получить номер телефона девушки, если во время знакомства он… Он не женат. Он не женат. Вот, ну что ж, здесь, во-первых, я задумался, во-вторых, да, дадим тебе 1 балл. У тебя уже их целых 2. На самом деле в три раза больше получить шансов, если мужчина гуляет с собакой. Здесь я тебе даже вывел подсказку вот такую на экран. Ну что ж, 2 балла, ты хорошо идешь. Молодец. Итак, сама себя похвалила. Четвертый вопрос. Очень простой. Крысы смеются, когда… Чихают. Ну, если… Когда едят. Если подключить фантазию, то… Когда смотрят утренний экспресс. А вот здесь ты напрашиваешься все-таки. Хорошо, я дам тебе полтора балла. Когда их щекотят? Ну, я не знаю. Ну, как же ты? Когда щекотят? Ну что ж, с четвертой попытки ты ответила правильно. Серьезно? Крысы смеются, когда их щекотят. Все очень просто. Ну, вот видишь, за 5 секунд 4 ответа, и один из них был для тебя успешным. 4 балла у тебя. Вот это да. Итак, а у нас граница. 5 баллов? Еще один вопрос у тебя есть. Это что, сейчас решающий? Телезрители, помогите мне, пожалуйста. Я буду в комментариях ждать вашего ответа. Вопрос сейчас стоит ребром, на что мы делаем упор, на юмор или на эрудицию. Итак, продолжи фразу. На Марсе голубые... Облака. Я не знаю. На Марсе голубые мечты. Голубые мечты. Очень романтично. На Марсе голубые ресницы. Не знаю, что придумать еще. Ну, в целом, ты уже один балл точно заработала. А я бы даже сказал полтора. Ты сказала облака. А на самом деле на Марсе, на Марсе действительно образуются голубые закаты. Ну, и благодаря этому облака там тоже голубые. Можно так и сказать. Итак, 5,5 баллов. Анна Малахова справилась. Поздравляем ее. Это была рубрика «Верю-не верю», где мы прокачивали свою эрудицию, немножко занимались интуицией, ну и также юмор мы подключали. Спасибо большое. Бесконечно интересная информация Кирилла. Самое, что интересно, что я действительно ничего из этого не знала. И вряд ли что запомню после этого.